Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале. А Алюни и Катюня всё просто. Хотя далеко-далеко не просто. В общем, посмотрела я их видос. Поездка в город. Проведываем молодых. Поздравленье! Короче, Алюнина, вот это вот приготовление десерта вишнёвого я не смотрела. Она уже, по-моему, что-то наподобие готовила. Да и, ребята, она это не в честь нашего канала. Это она решила так поздравить Калюню на 23 февраля, чтобы он не забыл зайти к нам на канал. Обязательно! Это прям напоминание. Да, Калюня, обязательно зайди на канал и послушай обзор как раз-таки на 23. Угу. Значит, Алюня вся такая стоит, да, с цепью, да, килограммовой на шее, чтобы показать якобы, какая я богатая уся, у золоте, серебре. И рассказывает, едем за зарплатой. Ну, а куда ж они могут ехать? Они, если ездят в город за зарплатой, то и сразу затарятся. Ой, Полина не приехала там за каким-то питанием. Коля там поехал, чтобы помочь, да, и чтобы завести. Но я туда даже заходить не буду. Слышали, ребят? Она заходить туда не будет. Но якобы говорит, что ой, чтобы всех успокоить, что у нас всё нормально. И с молодыми мы встречаемся с молодёжью. Но я заходить туда не буду, потому что тебя туда никто не пустит. А отмазалась чем? Что она простуженная, что она чихает. Вы заметили, что она простуженная? И я нет. А это значит, что её просто там не хотят видеть. И правильно, и правильно Полина делает. После всего свинства, которое она устроила, и продолжает устраивать, это уже перебор. Я на порог бы и близко такую не пустила. Это ладно, да, что она любит прихвалить себя, да, похвастаться, что подарки, подарки она там дарит, еду она возит и всякое такое. Но уже гадить на мать Полины и обсуждать Полину, это уже ни в какие рамки не входит. Да ладно бы один раз, да, прополоскала. И то, это недопустимо. Но так она получит чуть ли не в каждом видеоролике. Как можно быть такой противной бабой, чтобы продолжать так делать? Ну, значит, она уже заранее заявила, что якобы туда она не пойдёт. Вот. Дальше я что-то вот как-то не поняла, почему баба Таня там у них тусила по двору. Семёна выбросили из дома, он хромает, выкинули, потому что они уезжают. Получается, кот Семён находится тогда, когда они дома. И, в основном, наверное, для съёмок. Ну, или пускают и так чуть-чуть его полежать. Бедный кот. Ну, и достались ему хозяева. Это какой-то ужас. Правда, она там лиментовала, верещала, кричала за этого кота, что надо за людей заботиться, да, о людях думать, переживать. И они о каком-то коте. Я как бы, он там и накормлен, и всё у него в порядке. И рыбку жареную он ест, ага, как раз-таки коту жареную, да, специально ещё, скажи, пожарила Семёну. Ну, уже про кота, ребят, просто не хочется говорить на эту тему, потому что такие люди, как Алюня, они не могут никого любить, ни людей, ни животных, только себя, только себя, и всё. Она даже Калюню своего не любит. Посмотрите, он у неё, как, знаете, под каблуком плотненько сидит. Он даже слова своего не умеет, потому что она, поди на него, гавкает бесконечно. Я почему-то даже думаю, что Калюня на этом фоне любит и алкогольные напитки, потому что, ну, вот когда он слишком-слишком разговорчивый, я понимаю, что неспроста всё это. Ну, это моё мнение. Дальше что-то баба Таня не поехала почему-то. Тащатся они, значит, в машине вдвоём с Калюней. И заехали они поздравить, насколько я поняла, это Колин брат Андрей, который вышел, вынес пакет, видимо, с подарками к 23-му. Алюня там тоже что-то передала и говорит, Ой, он у нас военный. А дальше, ребят, и здесь спалило, да ещё так спалило, что ужас, говорит, бензинчику нам по блату. И заливали канистру бензина. Представляете, у военной Андрюшка по блату Алюне бензинчик в машину заливает. Интересно, откуда бензинчик? Казённый, наверное, а, Алюнь? Ты чё палишь родственников? Позорница. Чё творишь на весь белый свет? Ты ж верещишь там на всю, что, ой, меня смотрит весь мир. И оттуда, и оттуда. Прям аж дрожишь. Чё ж ты на весь белый свет такое-то палево устроила? Бензинчик, говорит, по блату нам. Откуда не добавила бензинчик, Алюнь? Откуда, а? А ну, признавайся. Андрюшка случайно не из Росгвардии бензинчик по блату доставил? Ох, какой ужас, Алюня, какое позорище. Вот поэтому тебя и терпеть не может родня Коли. Поэтому вы не встречаетесь вместе, потому что это же катастрофа века. Это просто катастрофа века. С тобой общаться, так ты всё на весь белый свет растреплешь. Ужас! Дальше очень плохо слышно было дребезг машины. Алюня такая вся, да, любовалась с собой в камере. Рассказала, что заехали к родителям. Видимо, получается, то ли маму Таню, бабу Таню завезли, то ли что. Но она сначала рядом с ними была. Наверное, по делам, по питанию ездили. А потом её завезли. Говорит, разболелась, давление. И у Алюни давление. Но сразу хорохориться начала. Ой, говорит, а то сейчас скажут, что у меня давление. Да понятное дело, что у тебя давление столько жрать и столько вредного. Да ещё и пальмового масла. И главное, пальмовое масло, которое выдают за белорусское масло. Сметана, это вообще там продукт, да. Ничего даже и близко со сметаной нет. Всё на искусственных, химических, да, всяких составах. И, естественно, тут будет давление. И я не удивлюсь, если будет давление, когда столько жрать вредного для здоровья. Тем более уже, как ни крути, уже возраст. Алюня сидела опять в своём банном халате. Такая, слушайте, камеру ещё так навела. Она прям, вот правда, как гном такая. Плечи к ушам придавленные. И сидела, коричала, чтобы её было слышно. А машина всё равно перебивала весь звук. И только и слышно было дребезг. Ну, как обычно. Как это она сказала, что... Ой, вы не любите смотреть ролики, где мы вам показываем, как мы ездим куда, по красивым местам. А где мы с вами видели красивые места. Кроме базы мы не видели никаких красивых мест. Показывает дорогу. Вот 500 раз эту дорогу уже видели. Да разве там услышишь, что она говорит, когда вот так вот дребезжит машина. Чё она нам показывала? Какие красивые места. Я, короче, ребят, не могу понять, про какие красивые места она пыталась нам втюхать. Дальше слушать невозможно. Машина себе, Алюня себе. Всё замечательно, всё шикарно. А что? Нифига не поймёшь. Главное, сто раз она сказала про базы. Она, наверное, когда едет в город, она только и мечтает попасть на базы и скупить всё вредное, всё дешёвое, но главное съедобное. Дальше Калюня остановился и побежал получать зарплату. А Алюня тут же пояснила. У нас есть работа. Да, мы работаем. И, значит, получаем зарплату. И на Ютубе мы не зарабатываем. Потому что на Ютубе надо подключить монетизацию и иметь хороший контент. Молодец, Оля. Молодец. Ты сама понимаешь, что надо иметь хороший, отличный контент. Не только подписчиков, но и контент. Дальше подъехали уже к Полине. Вышел Ваня. И они с Колей понесли, значит, всё то, что там они притащили. Чё они там притащили, не знаю. Там особо и незаметно было, что в пакетах. Видно было, что смесь молочную. Возможно, там несколько пакетов и было смеси молочной. Дальше вышла наша звезда и сказала, сейчас пойдём. Сейчас мы пойдём к Ульяше, посмотрим, что там. Сначала сказала, не пойдёт, потому что она простужена. Тут она уже идёт. Видать, позволили. Позволили переступить порог. Ну, значит, и говорит, чтобы никто не сочинял, не выдумывал. Это уже всё, якобы, все знают. Полина на это всё не обижается. То, что Алю не обсирает её мать. Она не обижается. Ну, если не обижается, то я в шоке. Тогда я воспринимаю, что Полина точно такая же, как батька. Если она на это спокойно смотрит и позволяет, чтобы оскорбляли и поливали помоями её мать, то я и Полину никогда в жизни не пойму. Мама – это мама, и маму никто никогда не заменит. Какая бы она ни была, алкоголичка или с неправильным каким-то другим образом жизни, да. Но это мама, которая дала тебе жизнь. И вот так вот на всеобщее обозрение плюхать дерьмо на человека только может кубанка. Ну, она, в принципе, уже и военного-военного спалила. Это же надо быть, слушайте, такой бабой. Всё на весь белый свет надо растрепать. Ну, и последние кадры уже у молодых. Таки пустили Алюню за порог. Она, видимо, очень переживала, потому что, видите, она заранее говорила, что я не пойду. Она, видимо, даже не знала, пустит её Полина или не пустит, но всё-таки пустила. Наверное, Калюня там переговорил. Ну, кто его знает, да. И решили пустить с камерой, дабы доказать зрителям, что у них там всё хорошо. Но, вы знаете, я не знаю, на как долго всё хорошо. У них же запоздалые видеоролики. А Алюня же успела опять прополоскать маму Полины. Хотя, вы знаете, чем больше я их смотрю, эту семейку, тем больше я понимаю, что все там одинаковые. Да, все там одинаковые. И страшно даже подумать, да, как можно вообще находиться рядом, дружить или иметь какие-то родственные связи с кубанкой. Это ужас. Вы понимаете, с ней же ни о чём не поговорить, потому что она тут же всё растреплет на весь белый свет. Этому человеку ничего невозможно рассказать, потому что она тут же расскажет у себя на канале, не понимая, не понимая, что делает гадость тому человеку, который ей рассказал. Вот она же уже про всех всё разнесла. Поэтому её подруги уже давно не снимаются у неё на канале, потому что не хотят этого позора. Ну, а в этой поездке Алюня решила похвастаться, что её пустили в дом к Полине с Ваней и с Ульяной. Зато она так спалила пацана из Росгвардии с этим бензином. Это просто трындец. Алюня, Алюня, ну и позорище ты. Вот посмотрит начальство твоего военного, что он заливает целые канистры в бак к вам бензина. Ты понимаешь, что может случиться, а, Алюнь? Ты понимаешь, что ты вообще своим языком несёшь и что ты снимаешь? Ребят, жесть! Честное слово, нет слов. В общем, ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Но я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok